Настало время нашей любимой рубрики «Экстра Вёрджин». Сейчас что-нибудь отожмём и начнём в алфавитном порядке с журнала «Антенна Телесемь». Вот здесь вот статья «Счастливые часов не наблюдают». В этой статье рассказывается о парах, чей стаж знакомства составляет более 100 лет. Интересно. Например, Михаил Боярский и Лариса Лупиан вместе с 45 лет рубиновую свадьбу отметят в День Петра и Февронии, 8 июля. Представляете? 40 лет брака – это много или мало? Вот говорят, что немного. Каждый день друг друга удивляют. А Михаил, знаете, как говорит? У меня другого опыта нет. Сравнить не с чем, король я. Никита Михалков, оказывается, 45 лет вместе с Татьяной Михалковой. Познакомились в далёком 71-м году в Доме кино на премьере фильма Ролана Быкова «Телеграмма». Она работала манекенщицей, кстати, оказывается. Вот какой молодец Никита Сергеевич. Не промах выбрал девчонку-то себе. Не промах. Вот даже фотография есть, посмотрите, конца 70-х. Никита и Татьяна, Саня и Артём. Уже двое детей было. Татьяна рассказывает о том, что Никита был собственником, а она раба его любви. Но считает, что у женщины должно быть своё дело обязательно. Да. Ты тоже так считаешь? Я – да. Я считаю, что женщина не должна замокаться на кухне. Или в спальне. Или, не знаю. На детях. На детях. Или на мужа. Да. На мужа можно. Следующее у нас на очереди издание «Комсомольская правда» Ярославль. Психологи утверждают, Барби опасны для здоровья девочек. Оказывается, красотка кукла подталкивает детей к мысли, что нездоровая худоба – это норма. Даже может спровоцировать расстройство питания. То есть дети перестанут просить есть. Они хотят быть такими же, как Барби. А что же делать? Не говорят психологи? Сначала про подтверждение. Австралийские учёные провели эксперимент. 160 девочкам в возрасте от 5 до 8 лет показывали фотографии кукол Барби и просили с ними поиграть. А потом проводили опрос. Выяснилось, что после игр с привлекательными куклами дети уверены, что красота и худоба – это очень важно. И лишний вес – это очень плохо. Поэтому чем худее, тем лучше. Но в принципе, дети правы, и лишний вес – это действительно плохо даже в первую очередь для здоровья. Это ведь естественно. Согласен. Но не излишняя худоба. И поэтому, мне кажется, Барби нормальная кукла. Пусть к ней не стремятся девчонки. А шушек такой, чем плюшечки. Да. А вот на интернет-портале 76.ru проводился конкурс фотодня. Ярославцы запечатлели ночной город с высоты птичьего полёта. Я уж не знаю, как они взлетели, может быть, с помощью квадрокоптера. Тем не менее, фотографии размещены. Вот, например, магистрали города сливаются, очень напоминаю Эйпельву башню. Только у нас она лежит. Эх, лежит и ходит в даль. Да. А ранее в этой фодорубрике побеждала фотография светящейся упряжки с лошадьми на стрелке и площадь Волкова в ярких огнях. На этом наш обзор завершён. Если некогда читать прессу, смотрите Экстра Вёржин.